Так, где же он? Калькулятор. Зачем мне на свет моего пока он не отличается? Старая клавиатура. Нафиг. Коробка от новой. Нафиг. Это же жесткий диск от моего старого компьютера. Нафиг. Качественный контент. Ну вы мне знаете. О да. Это он. От создателей ушок. Келик по воприсмотри до конца. Также топить лучше спину до нольца в трех десятых колды в стенд-офф 2. При поддержке самого себя. Топ 5 игр для слабых малька. Это одна из тех частей Counter-Strike, которую не сдаили Valve. Я данный рот этого казино! Неплохое решение на тот случай, если вы уже затерли до ДРКС 1.6 или КСС, а относительно современную кэст Гош пока тянуть отказывается. В игре есть неплохой мультиплеер, который доводит ума механики 1.6, и неплохая для движка Голдсорс графика. Также Counter-Strike Condition Zero. Это единственная часть серии Counter-Strike, в которой есть полноценная сюжетная кампания. В общем игра неплохая, и советую вам в неё поиграть, даже если у вас есть мощный ПК. Это легендарная игра, созданная Rockstar Games в 2004 году. У этого творения есть огромное количество возможностей, шикарный открытый мир и, конечно же, низкие системные требования. Также разработчики этой игры сделали её главным герой негром, ещё до того, как это стало мейнстримом. Главным герой негром ещё до того, как это стало мейнстримом. Также в игре есть качественно выдержанная атмосфера, а также великий и ужасный потраченный период. Если вы ещё не играли в этот шедевр, и у вас слабый ПК, купите эту игру немедленно. Не пожалеете. Это единственная игра, в которой китмаркиров больше, чем в современных частях Call of Duty. Жирно, как у бабули в деревне. Чисто геймплейно, да и не только геймплейно, игра является смесью NFS Underground 2 и NFS Most Wanted. Также в этой игре есть своя уникальная атмосфера, не встречающаяся ни в одной из частей серии игры Need for Speed. Несмотря на то, что она похожа на вышеупомянутый Underground, атмосфера здесь в хорошем смысле более спокойная, менее напряженная и даже ламповая. А по-настоящему меня расстроил здесь только сюжет, который тут откровенно банальный и скучный. Это непопулярный мод для второго Half-Life, и вместе с этим одна из самых требовательных игр в этом видео. Если честно, я думаю... На первый взгляд, игра просто коперка Портула с комнатами серии фильмов Cube. Но всё это здесь так хорошо сочетается, и так хорошо реализовано, что эту игру даже можно назвать самостоятельным проектом. В комплекте ко всему этому идёт интересный сюжет и продуманные головоломки. А ещё тут местный куб компаний, он зовут Паша. Это игра, выпущенная компанией Bethesda в 2011 году. Благодаря устаревшему движку, игра может запуститься на тех системах, на которых ни одна игра с 2011 не запустится. Чёрт. Так что Skyrim... Нюхай Бэбру! Я думаю, эта игра не нуждается в представлении. Огромный открытый мир, хорошая боевая система и качественный саундтрак сделают эту игру хитом на все времена. И также, по моему мнению, именно третий герой является лучшей частью серии. Печально, что разработчики забыли на жанр стратегий, ибо они слишком сложные и непонятные для казуального игрока. Тем более, зачем им нужны стратегии, когда есть Skyrim? Герой. Герой.